Вот где этот тот самый подвал? Может быть вы проведете экскурсию по нему? И как вы вообще относитесь к критике? И если вас попросят извиниться, можете ли вы извиниться? Когда гуглишь имя Анастасии Хашеваровой, то Google выдает в результатах, что она подруга Рамзана Кадырова. Так, как вы знаете, на этой неделе в Чечне были похищены мои родственники и родственники других общественных деятелей, критиков российского режима в Чечне. Некоторых из похищенных отпустили. Я не владею полной информацией по родственникам других людей, но по поводу своих родственников скажу. Всего у меня было похищено 11 человек. В ночь с 21 на 22 декабря похитили 9 человек моих родственников из числа родственников с отцовской и материнской линии. А 24 декабря утром были похищены родственники моей жены. Мать моей жены и родная сестра моей жены. Их похитили в Астрахани и отвезли в Чечню. Из похищенных 11 человек шестерых отпустили. Отпущены мужчины. Женщин не отпустили. Все женщины находятся в руках у кадыровцев. Сегодня во время пресс-конференции Рамзан Кадыров признал, что эти родственники находятся у них в руках. И даже объяснил это тем, что они якобы собираются с ними делать то, что якобы я и другие его критики собираются делать с его родственниками. Хотя никогда ничего подобного я, конечно же, не говорил. Давайте посмотрим, что сегодня на своей пресс-конференции сказал Кадыров по этому поводу. Чеченец никогда не прощает Дон. Когда трогают Дон, затрагивают честь семьи, особенно женщины. И они должны понимать, если они затронули честь моей семьи, матери, сестер, жены, дочерей, я вам клянусь Всевышним Аллахом, Дон. Я этого человека, я пойду на любой суд, под трибунал, я этого человека не оставлю. И они этого должны понимать, Дон. Честь, достоинство, Дон. Семьи нельзя трогать. Меня убивайте, Дон. Я политик, я, Дон, воин. Ну, пусть будет все, Дон. Но честь, Дон, семьи, Дон, женщин, дотрагиваться для них, про них говорить, Дон, непозволительно. А они говорят очень многое. Наверное, кто-то, не знаю я, наверное, кто-то там из тех людей, которые оскорбили, забрали их жен, не знаю, шестер, то, что они говорят, будут делать по наших женщин, забрали, сделали то же самое, что они мечтают, когда у них будет возможность убивать нас, другой, третий, десятый. Поэтому должны понимать, это война. Они террористы. И те, кто поддерживает терроризм, те, кто не могут управлять своими детьми, Дон, то они должны отвечать. У нас никто не отменял кровное место, никто не отменял Дон, честь, достоинство. И для нас самое святое – это женщина. Поэтому я на все сто процентов согласен, что насчет этого может случиться все, что угодно. Итак, губернатор одного из российских регионов открыто говорит, что в одном из самых безопасных регионов России, по его же утверждению, сейчас какие-то люди похитили родственников блогеров и собираются с ними делать все то, что якобы эти блогеры хотят делать с родственниками Кадырова и других людей. Я хочу обратить внимание, что из моих родственников сегодня у них в руках находится пять человек. Это моя теща, мать моей жены, женщина 54-го года рождения, недавно перенесшая операцию по удалению онкологии, только сейчас прошедшая курс химиотерапии, очень больная женщина преклонного возраста. Также у них в руках находится родная сестра, родная старшая сестра моей жены. У них в руках находится моя двоюродная сестра, ее сын и мой родной дядя по материнской линии. Эти пять человек сегодня взяты в заложники, официальной властью. Да, Кадыров не признает, что это они. Он говорит, что у нас якобы нет информации, но очевидно он говорит, что кто-то этих людей взял в заложники, чтобы с ними сделать что-то, что якобы кто-то из нас хотел сделать с их родственниками. Я хочу обратиться напрямую к Кадырову. Кадыров, я гарант, я и такие, как я, являемся гарантами того, что с твоими родственниками не произойдет ничего подобного. И всегда я об этом открыто говорю, что твои родственники, твое потомство не должно нести ответственности за твои преступления. Ответственность они должны нести только лишь за свои преступления, если таковые будут. Поэтому это не в твоих интересах сегодня переходить вот эту черту. Начинать вот такую войну, войну с родственниками. Потому что завтра нам очень тяжело будет объяснить людям, почему нельзя переходить эту черту и почему нельзя делать с твоими родственниками все то же самое, что ты делал с родственниками других людей. Поэтому вернись, пожалуйста, хотя бы в имитацию какого-то достоинства. Отпусти родственников. Родственников моих и других людей, которых ты удерживаешь, которых ты взял за ложники. Кадыров, отпусти женщин. Ты сейчас перешел уже реально все мыслимые и немыслимые границы. То, что мы не могли себе представить совсем недавно, теперь происходит. И ты без стыда и совести не стесняясь еще обвиняешь в этом меня, говоря, что я якобы нечто подобное, когда ты говорил, посягал там в честь ваших женщин, говорил или делал что-то в отношении ваших родственников. Ты не сможешь никогда привести доказательства этих слов. Ведь все, что я говорил, это публично. Ничего из моих разговоров не скрыто. И ты не сможешь привести ничего подобного. Если вы сможете привести, я бросаю вам вызов. Пусть твоя пропаганда постарается и найдет хоть что-то, сказанное мной, что якобы твои родственники, и тем более женщины из твоего или вашего рода будут должны или будут нести ответственность за твои преступления. Поэтому вернись, Кадыров. Вернись хотя бы, начни хотя бы имитировать некое достоинство. Отпусти в первую очередь женщин, отпусти родственников. Разбирайся со мной. Враждуй со мной, с другими твоими критиками. Враждуй с нами. Враждуй с нами так, как ты хочешь, как ты считаешь нужным. Но оставь ни в чем не повинных людей. Оставь наших родственников. Совсем недавно я хочу тебе напомнить ситуацию, когда твою жену и твою дочь внесли в список санкций в США. Ты тогда жаловался по этому поводу и говорил, при чем здесь моя жена, при чем здесь мои дочери, которые замужем. Я напомню тебе эти твои слова. Ну, при чем тут, если я совершил преступление, мои дети, Дон? Где написано, Дон, что дочеря, замужняя дочеря отвечает, Дон, за Дон, грехи своего отца, Дон, за преступление? Где это написано? Какое правило, Дон? Где написано? Какое правило, говорил ты, Кадыров? Я тебе говорю то же самое. Где это написано, Кадыров? Какое это правило, что мои родственники должны нести ответственность за мои действия? Даже если бы я делал все то, о чем ты говоришь, какое к этому отношение имеют мои родственники? Ты открыто говоришь о том, что мы якобы террористы, экстремисты, и за нас должны нести теперь ответственность наши родственники. Но где это написано? Какое это правило, Кадыров? Это не правило, не российское это правило, и не чеченских адатов это правило, и не правило ислама. И вообще, на что ты апеллируешь? Как ты можешь подобные вещи говорить вслух? Вернись, Кадыров, вернись. Перестань заниматься этим беззаконием. Хотя бы имитируй какое-то достоинство. Давай оставим женщин, давай оставим родственников, давай будем враждовать мы, а родственников и прежде всего женщин, давай оставим в покое. Точно так же, как ты не хотел, хотя к твоим родственникам, женщинам из числа твоих родственников, были применены лишь санкции, их никто не похищал, их никто в тюрьмы не сажал, в заложники их не брал. Просто объявили санкции, и ты уже возмущался, ты говорил, что это неправильно. Какое отношение имеет моя жена к политике, говорил ты, какое отношение имеет моя жена к тому, что делаю я, к тому, что я говорю в отношении тебя. И тем более родственники моей жены, какое имеют к этому отношение. Ты же чеченец, ты в конце-то концов. Хоть ты, хоть мы тебя и презираем, хоть ты и предатель, но ты же из этого народа. Хотя бы вернись к правилам, к традициям и обычаям этого народа. Это ведь западло у нас идти к родственникам жены, идти к родственникам матери. Мы даже, когда мы шли и предъявляли какие-то претензии, мы шли к родственникам по линии отца, к тем людям, к роду которых принадлежит этот человек, совершивший какое-то преступление. Но мы никогда не шли к родственникам по матери, и тем более не шли к родственникам жены. Это было западло, это зашквар. Это позор на все потомство. За это потом упрекали всех до седьмого колена. Как ты можешь подобные вещи творить? Я призываю тебя, Кадыров, отпусти этих женщин, отпусти моих родственников и родственников других людей. Веди свою вражду со мной. Доберись до меня, если ты сможешь. Накажи меня, но оставь ни в чем не повинных людей. Я хочу также обратиться к политическим международным организациям, очень-очень авторитетным организациям, таким как ООН, Европейский парламент и другим. Скажите, пожалуйста, господа, что еще должно произойти в Чечне с нашими родственниками, чтобы вы обратили на это внимание и как-то стали реагировать? Ведь вы прекрасно понимаете, что это творит сегодняшняя власть, российская власть в Чечне. За это несет ответственность непосредственный губернатор, глава этого субъекта. И вы ведь прекрасно понимаете, что повлиять на это можно только через руководство этого губернатора, только через того человека, который сидит в Кремле, является там властью. Вы можете сегодня повлиять на эту ситуацию? Почему вы молчите? Что должно произойти с моими родственниками и родственниками других похищенных? Что должно с ними произойти? Их должны публично казнить, чтобы вы обратили на это внимание? Или они должны принадлежать какой-то нетрадиционной сексуальной ориентации? К сожалению, второе мы уже никак организовать не сможем. Точнее, к счастью. Но вот первое, это вполне возможно. Если вы не ждете того, как на площади открыто их будут казнить, то обратите, пожалуйста, внимание на эту ситуацию, господа, это люди, которых взяли в заложники в Чечне, это террористический акт, который организовывает официальная власть. Чем отличается эта акция взятия в заложники в Чечне наших родственников от взятия в заложники, допустим, в Норд-Осте? Почему там, на этом обращали внимание, почему это был шум на весь мир? А здесь, когда таких же людей, десятки людей берут заложники, и их судьба неизвестна, мы не знаем, где они, что с ними сейчас происходит. в настоящее время, пытают ли их, издеваются ли над ними, совершают ли в отношении них какие-то насильственные действия сексуального характера с применением каких-то предметов, типа швабр, бутылок и так далее, что сегодня принято делать в России. И этому есть свидетельство. Мы не знаем, происходит ли это. И мы видим, что, к сожалению, вы никак на это не реагируете и молчите. Я прошу обратить на это внимание. Отреагируйте, пожалуйста, господа. И отдельно, мне кажется, стоит обратить внимание на гражданку Анастасию Кашеварову, которая задала этот вопрос на пресс-конференции Рамзану Кадырову. Давайте посмотрим, как Кашеварова задавала этот вопрос. Вас критиковать очень опасно, Рамзан Ахматович. Вот один жидкобородый европеец сказал, что те, кто вас критикуют, потом пропадают. Пропадают также родственники. И привел список из 17 человек. Собственно, где вы их всех держите? В тех же тюрьмах, в которые я ходила и никого не нашла? Где этот тот самый подвал? Может быть, вы проведете экскурсию по нему? И как вы вообще относитесь к критике? И если вас попросят извиниться, можете ли вы извиниться? Когда гуглишь имя Анастасии Кашеваровой, то Google выдает в результатах, что она подруга Рамзана Кадырова. Так вот, Анастасия, я хотел бы обратить ваше внимание на то, как вы задали этот вопрос. Судя просто по тому, как вы поставили этот вопрос, это говорит о том, какое вы, в принципе, имеете отношение к тому, что происходит. То есть, вы, по сути, никак не осуждаете происходящее и более того, даже ставите это под сомнение. Я хочу сказать, что вам следовало бы хотя бы из соображений обычной человечности и хотя бы женской солидарности, учитывая, что среди похищенных три женщины из числа моих родственников, а также женщины из родственников других критиков режима, вам следовало бы из этих хотя бы соображений попросить своего друга отпустить этих женщин, поставить себя на место этих женщин, ведь на их месте могли бы оказаться вы. Представьте, если бы я был вашим родственником. так могло получиться, ведь родственников не выбирают, и ваши родственники могут оказаться нехорошими людьми, каковым вы считаете меня, допустим. Представьте, я был бы вашим каким-нибудь кровным родственником или был бы женат на вашей сестре дочери, не дай бог, конечно. И представьте, что сейчас вы просто из-за вот этого родства со мной сидели бы где-то в застенках кадыровской тюрьмы, которую вы, судя по вашим словам, посещали и никаких задержанных там не видели. Но вы ведь знаете, что там есть те места, которые вы не посещали и вам не дадут их посетить. И там сидят сегодня эти женщины из числа наших родственников, моих родственников. Почему вы не поставили себя на их место? Вам следовало бы это сделать? Я призываю вас, Анастасия, пообщайтесь со своим другом, просто как женщина, попросите своего друга, чтобы он отпустил хотя бы женщин, чтобы перестал издеваться над людьми. отец. Окей. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok